Добрый день, дорогие зрители телеканала Уллправда ТВ. Я Дарья Сударева. Сегодня актуальное интервью мы проведем с президентом Нотариальной палаты Ульяновской области Венерией Ахатовной Браташовой. Венерией Ахатовна, здравствуйте. Здравствуйте. Тема сегодняшнего нашего разговора это брачный договор. Я знаю, что россияне стали чаще их использовать, с каждым годом все чаще. И вот даже статистика говорит об этом. В прошлом году нотариусы удостоверили 110 тысяч брачных соглашений, при том, что в 2014 году пары подписали 28 тысяч договоров. Сумма очень большая, очень большой разброс. Расскажите, вот кому в первую очередь нужен этот брачный договор? Все ли должны ульяновцы после похода в ЗАГС, грубо говоря, заключать этот договор? Ну, цифры, которые вы привели, это цифры по всей России. Увеличение количества брачных договоров наблюдается и в нашей Ульяновской области. В период обсуждения нового семейного кодекса ученые, практики, все спорили, нужно ли россиянам вообще такое понятие, как брачные договоры и будет ли необходимость в его заключении. Сегодняшнее развитие экономики и всей нашей жизни доказало необходимость заключения таких брачных договоров. Я вам могу привести цифры по Ульяновской области. Если в 2017 году у нас было по области удостоверено 648 договоров, то уже в 2018 году был удостоверен 881 договор. То есть значительный рост этих договоров идет. И необходимость заключения такого договора для каждого гражданина, в том числе Ульяновской области не обязательно. Но когда есть... Ведь что такое брачный договор? Это соглашение супругов о правовом режиме имущества супругов. Как в период брака, так и после его расторжения. И здесь не по западным моментам. Мы не можем определить, кого любить, когда с кем ходить в магазин, кто из нас мусор должен выносить, и тому подобные вопросы. А вопросы решаются имущественного плана. Если по семейному кодексу, по гражданскому кодексу, у нас если супруги в период брака приобретают имущество, и не изменили режим его брачным договором, тогда это имущество относится к совместно нажитому имуществу. И независимо от того, кто является титульным собственником, супруги должны владеть, распоряжаться и пользоваться таким имуществом по взаимному согласию. Вот с заключением брачного договора они могут изменить этот режим имущества супруга и сделать его индивидуальным, частным, либо долевым, либо совместно и долевое пойдет, частное. То есть здесь различные аспекты возможны. Об актуальности договора можно еще говорить. Вот буквально перед началом передачи я получил журнал «Материальная панорама». И в данной ситуации на последней странице, как интересный факт, приводится как раз статья о брачном договоре, которую в 1791 году заключил Бонапарт, Наполеон и Жозефина. Заключили они этот брачный договор за день до свадьбы, до официальной регистрации брака. И, наверное, до сих пор те положения, которые в этом брачном договоре были определены, они актуальны для сегодняшних наших предпринимателей, людям, которые занимаются рисковой деятельностью, в результате деятельности которой может быть обращено взыскание на совместно нажитое имущество. По этому брачному договору я не буду касаться других моментов, но Жозефина и Бонапарт заключили договор, что капитал каждого из них, который был до заключения брака, который они пополнят в период заключения брака, не будет сливаться, а будет индивидуальным капиталом каждого из супругов. И каждый из них не отвечает по долгам любого другого супруга. Вот, наверное, самые главные моменты, которые актуальны для сегодняшнего времени, это как раз вот в этом и заключается. И действительно, такие условия можно прописать в брачном договоре. Ну вот, кстати, буквально 5-10 лет назад было такое мнение, наверное, устаявшееся, что брачный договор заключают только люди богатые. То есть, например, если богатый человек женится там на не особо богатый. Ну это как пример. Вот. Как сейчас? Изменилась ли тенденция, может быть, заключают договор уже, ну там, например, тот же средний класс? Ну, знаете, я вам хочу сказать, и бедные заключают брачный договор в таком нашем традиционном понятии, и богатые заключают договор. Вот та мысль, о которой говорите вы, она брала пример из царской России. Потому что за любую женщину, когда она выходила замуж, давали преданное. И это составляло один из видов договора, там три вида договора шло, и один из видов договора, как раз соглашение о преданном, в котором говорили, понимаете, вот, если в самом тексте такого соглашения ничего не сказано, как правило, это преданное оставалось только жены. Если она умирала, она возвращалась в семью тем, кто его, это преданное дал, либо его и их наследникам. И муж не мог промотать состояние жены без ее согласия. Или если об этом в договоре не было сказано. На сегодняшний день брачный договор можно подразделить, условно говоря, на где-то три группы. Первое, это заключают брачные договоры те, кто покупает квартиру в ипотеку в основном под воздействием требований сотрудников банка. Во-вторых, заключают брачные договоры те, кто занимаются рисковой предпринимательской деятельностью. И для того, чтобы обезопасить вторую половину, для того, чтобы, обеспечив им нормальное существование, не в последующем, при совершении рискованных действий, не ставить их в затруднительное положение. Но я сразу хочу обратить внимание, что если такой брачный договор заключается уже после того, как негативные последствия уже произошли, но они еще пока не проявились в реальности, то есть ни банкротом еще гражданина не признали, ни в суд, но уже не в суд обратились с заявлением о обращении взыскания на имущество, то в данной ситуации, но уже известны эти факты, брачный договор будет недействительным, потому что он заключается для того, чтобы сокрыть имущество. И третья категория – это обеспеченные люди, которые хотят сразу же договориться на берегу о том, кому при расторжении брака в случае смерти достанется то или иное имущество. Для того, чтобы обеспечить своих детей от первых браков, для того, чтобы обеспечить своих престарелых родителей, ну и вообще для того, чтобы на берегу договориться и уже не портить свои отношения, свою жизнь обращением в суд, потому что это всегда очень морально тяжело. Ну вот в связи с этим следующий вопрос, что можно прописать в данном договоре? Ну в нашей системе, у нас значит в российском законодательстве брачный договор определяет правовой режим имущества. Он не связан с теми фактами морально-этического значения, которые мы придаем семье в таком бытовом понимании нашей жизни. Но мы можем связать имущественные отношения с наступлением определенного события. Ну, например, гражданин может сказать, что я куплю жене автомобили в случае рождения ее ребенка, и это будет ее личной собственностью. Здесь имущественные отношения, но они связаны с определенным фактом, который должен или может наступить в жизни вот этой семейной пары. И поэтому в данной ситуации мы еще можем говорить о том, что можно решать вопросы о содержании супругов во всех случаях, в случае в том числе и расторжения брака. И вот только имущество. Мы можем здесь определить правовое положение имущества. Мы можем определить, что произойдет в том или ином случае, но только в отношении имущественных отношений. Каких ошибок, какие, может быть, ошибки допускают при составлении брачных договоров и как их избежать? Ошибки здесь вот. Я бы советовала все-таки брачный договор. Конечно, можно пристелить с готовым текстом. Но если граждане не приходят с готовым текстом брачного договора, они всегда делают очень много ошибок, потому что понятие все-таки брачного договора в мозгах нормальных граждан связано очень много с этическими моментами. Юристы мы прагматики, поэтому мы говорим только об имущественных отношениях. И когда мы начинаем вычеркивать положение о том, что супруг обязан другому супругу быть верным, не изменять и прочее, это очень хорошее пожелание. Но, к сожалению, к брачному договору они не имеют никакого отношения. Это в ЗАГСе они обещали друг друга. Это, знаете, это все-таки даже и ЗАГС не сможет проконтролировать эту ситуацию. Это, наверное, просто должна быть любовь и должно быть взаимное понимание друг друга и желание с первых дней жить в спокойствии в каком-то мире, не склочном, а спокойном, хорошем, добрым, радостном мире. А еще какая ошибка возможна? Я говорю, когда идет банкротство, когда идет возможность взыскания имущества в судебном порядке, либо добровольная уплата. Вот в этой ситуации я тоже не рекомендую заключать брачный договор. Здесь можно порешать вопрос другим способом. Когда встает вопрос уже о расторжении брака, когда супруги ненавидят друг друга и не идут ни на один из компромиссов, тогда тоже это бестолку совершать такой договор. Почему? Потому что его в любое время можно оспорить, что оно совершено под влиянием заблуждения. Ну, вот в таких моментах. Ошибка брачных договоров, она, как правило, идет от граждан. От непонимания вот такой простой сути самого текста определения брачного договора. А вот как можно его расторгнуть и можно ли вообще это сделать? Ну, вначале давайте я скажу, кто его может заключить. Его можно заключить до регистрации брака, но вступает этот брачный договор в силу только после регистрации брака. В любое время, в период зарегистрированного брака, можно заключить этот брачный договор. Расторгнуть его можно тоже двумя способами. Первый способ – это по взаимному согласию супругов, когда они поняли, что то, что они возлагали на этот брачный договор, в те моменты уже потеряли силу, поэтому им нет необходимости в этом брачном договоре, или же кто-то из супругов не согласен с чем-то, они могут расторгнуть, изменить этот брачный договор. Если один из супругов не согласен, если положение этим брачным договором второго супруга ставится, унизительное положение второй супруг ставится, то тот супруг, который считает, что его права нарушены, в праве обратиться в суд и уже в судебном порядке расторгнуть договор, если нет согласия второй стороны. Вот мы уже с вами обсудили, в чем плюсы данного договора. Это хорошая возможность для бизнесменов, для тех, у кого ипотека, состоятельных людей. А в чем минусы данного договора? Есть ли они вообще? Ну, вы знаете, все-таки здесь, наверное, минус много зависит от менталитета тех граждан, которые хотели бы заключить брачный договор. К сожалению, у нас есть такая статистика, такие примеры, когда один из супругов желает заключить брачный договор, второй вроде бы идет на поводу. Когда мы начинаем разбирать ситуацию, когда мы начинаем знакомиться с проектом договора, обсуждать те пункты, которые нужно включить в брачный договор, второй понимает, что это, ну, почему-то считает, что это его унижает. И он не идет на контакт, и, в принципе, данная ситуация обижается на второго супруга. Но, к сожалению, в нашей практике было, когда супруги, вступая во второй брак, хотели заключить брачный договор, не договорились и, в общем-то, расстались. А вот такой последний, наверное, вопрос. Если все-таки люди решили заключить брачный договор, как действовать? Идти сразу к нотариусу, либо самим в письменном виде его заключить? Какой порядок? Вы знаете, нужно, конечно же, этот договор должен быть составлен в письменной форме, но это реально удостоверен. Некоторые идут к адвокатам, те им помогают составлять договоры, многие грамотные люди в интернет идут и, в общем-то, составляют. Я бы посоветовала написать на листке бумаги, что хочет один, что хочет другой, и, ну, в общем-то, что они вообще хотят видеть. И прийти к нотариусу, потому что нотариус, он составит этот договор, он отвечает за его содержание, он удостоверяет его, он несет полную имущественную ответственность за удостоверение такого договора, потому что я считаю, что всегда нужно обращаться к профессионалу в этой области. То есть если ты юрист на предприятии, ты можешь говорить о спорах, о корпоративных, трудовых, а вообще отношениях. Брачным договором это все-таки нужно знакомиться более подробно. Я же не полезу консультировать граждан по трудовому законодательству, потому что я чисто теоретически знаю этот курс, но я нюансы уже не могу учесть. Поэтому я считаю, что лучше обращаться к нотариусу. К профессионалу. Конечно. Спасибо большое, Венери Ахатвиновна, за подробный разговор. Надеюсь, у наших зрителей не остались вопросов. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Дорогие зрители, увидимся с вами в следующих выпусках программы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин